Минувшие выходные дни были непростыми для православной Украины, сохраняющей верность своей церкви, отеческому преданию и своему священноначалию. На субботу светскими властями страны при поддержке Константинопольского Патриархата был назначен и состоялся так называемый Объединительный Собор. На нем давно отпавшие от единства православия должны были дать начало новой, называемой ими, церковной структуре, а также избрать ее главу. Этим инициативам поместные православные церкви и Московский Патриархат уже дали свою оценку, назвав неканоническими. Что же касается верных православию жителей украинской столицы, то они посвятили эти дни продолжающегося рождественского поста молитве со своим предстоятелем. В воскресный день блаженнейший митрополит Киевский и всея Украина Ануфрий возглавил божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Подробности в сюжете, подготовленном по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. Предстоятелю сослужили наместники Киево-Печерской Лавры митрополит Выжгородский Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Броварской Антоний, архипескоп Бучанский Пантелейман, епископы Барышевский Виктор, Белогородский Сильвестр и духовенство монастыря. ПЕСНЯ ПЕСНЯ После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший владыка объяснил суть беседы Господа с богатым юношей, о которой рассказывает евангельское зачало дня, а также рассказал о важных условиях духовного совершенствования христианина. ПЕСНЯ Мы должны жить по-христиански, должны стараться духовно совершенствоваться. Мы должны, если кому Бог дает что-то в руки, какие-то сокровища, мы не должны раболепствовать перед тем. Рабом богатство может быть не только богатый, а и бедный, который его не имеет. Или имеет очень немного, но для него это тоже золотой телец, который приносит жертвы. Нужно помнить, что имеем мы в этой жизни, все материально, это есть Божий дар, которым мы должны свободно пользоваться и не должны раболетствовать перед ним. За богослужение была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве православной церкви. В этот воскресный день пополнилось число священнослужителей. Блаженнейший митрополит Ануфрий совершил иерейскую хератонию выпускника Киевской духовной академии Диакона Ильи Дуды. В завершение богослужения предстоятель поздравил паству с воскресным днем и пожелал, чтобы Господь молитвами Богородицы благословил всех и дал необходимое для жизни земной и для спасения вечности. Богослужение